Привет, моя фамилия Миломед, я куратор курса иллюстрации вечернего британской высшей школы дизайна, художник. Мне кажется, что каждая работа установили свои критерии качества и дальше играет по ним, по своим правилам игры. Если мы понимаем хорошо эти критерии качества, то дальше важно не общее какое-то представление качества, нет никакого консенсуса, что вот это хорошо, это плохо. Есть сценарии общения художника со зрителем и иногда они просто не формулируемы в словах, то есть иногда здесь как раз и нужна синестетическая метафора. Своим все время говорю, что в любой непонятной ситуации ищи синестетическую метафору. Синестезия, собственно, это и есть троп, это фигура речи. Это не только и не столько вот это отклонение в работе мозга, даже не отклонение, просто особенность работы мозга у некоторых людей, но она вполне интеллектуально формулируема. То есть мы как бы спрашивая себя, чего мы хотим от этой работы, мы говорим там, она должна быть более перченой, она должна быть более, не знаю, мягкой на ощупь, более там шершавой. Тогда мы как бы применяем те ходы, те приемы, которые позволяют нам этого ощущения добиться. То есть еще раз говорю, что критерии качества для каждого художника, для каждой работы свои и как бы насколько он выдерживает эти свои критерии качества, есть ответ на то, насколько он хороший или плохой художник. Мне просто не очень нравится, терминология. Я сейчас говорю, что на мой взгляд сейчас искусство, графика и любое другое измеряется как бы остротой опыта, который переживает зритель. Если мы можем ему, так скажем, этот опыт сделать максимально ясным и острым, значит мы справились с своей творческой задачей. То есть кредит – это частный случай зрителя всего-навсего. Мы должны ему показывать, что круто и так далее. Он говорит Билибин, а мы ему говорим, Ян Кебби, или мы ему говорим Сэнн Ламирс, или мы ему говорим Нина Станик. То есть мы ему показываем вещи, которые он может не видел, и в это собственно и есть наша обязанность. Тем более, что он может, во-первых, он не обязан быть глубоко погружен в искусство графики, но он должен, если он хороший клиент, его обязанность в том, чтобы хорошо понимать, что он хочет, какого он опыта хочет для зрителя. Ну да, понятно, что в рекламе и в какой-то коммерческой графике есть просто наборы каких-то сценариев понятных. То есть нужно зрителя либо умилить, либо поразить там красотой, либо дать ему там завязнуть в количестве деталей и так далее. На все эти вопросы, на все эти, так скажем, требования есть вполне внятные, современные, свежие, как бы не выхолощенные, не вымученные ответы. Нужно просто, ну как бы, ну то есть вы уже достаточно как бы обладаете мощным статусом, чтобы клиентам объяснять, чего они хотят. Это собственно, мне кажется, есть обязанность агентства. Но именно, ну ладно, сейчас длинный разговор опять, но я вот на курсе занимаюсь, собственно, некой такой, назовемой в Индии, иллюстрацией. То есть мы, как бы, в принципе, не оглядываемся, да, на то, что хочет там какой-то клиент. И тем не менее, ну те из ребят, кто может предложить какие-то яркие вот эти опыты, они вполне находят, да, своих клиентов, все они хорошо. Просто это, может быть, это не рекламный клиент, да, там, как бы, но ровно потому, что им и не нужно, да, к этому клиенту идти, им не нужно как бы добиваться, ну вот этих именно взаимодействий, которые мы все проходили, да, мы знаем, чем они чреваты, чем они чреваты в целом для искусства графики, мне кажется. Ну, в общем, ну, можно как бы без Белибина просто. Ну, то есть я очень люблю Белибина лично, да, но, опять же, да, мы можем там в ответ на Белибина предложить, показать ему там Тин Конфорест, да, и там поговорить о том, где, кто бы мог в этот контекст попасть, да, и почему это лучше, почему это интереснее, почему это свежее, и так далее. Когда я там что-то в сети вывешивал, да, мне часто там говорили, что, типа, вот какой вы американский, да, американцы считают, что я очень там завязан на российскую, на советскую пропаганду, да, графическую, вот. Это как бы такая просто каша, да, действительно, в ней столько всего, и, опять же, тоже русский, советский плакат, да, он такой же был итальянский плакат пропагандистский, такой же был немецкий плакат пропагандистский, то есть это все, ну, некие там единые такие формы, но сейчас вот есть такие выраженные школы, да, которые, ну, просто там на традиции какие-то опираются, там, чешская школа, польская школа, вот, причем вот я знаю, что в Украине сейчас ребята, да, очень многие хотят быть там ближе к Польше, да, хотят, ну, вот, как бы быть похожими на эту польскую школу, и благополучно, ну, то есть вообще не худший выбор, прямо скажем. Вот, вот, но именно в наших краях, да, как-то все, по счастью, размыто, да, и можно заниматься там каждым конкретным случаем, я имею в виду, ну, мне как преподу, да, мне как зрителю, да, интереснее просто находить все время новые, 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 новые штуки, да, а не как бы создавать какие-то такие слипшиеся конструкции, да, в которых кто-то будет на кого-то похожим. Ну, вот, это, опять же, вопрос к тех же критериям качества, да, когда мы говорим, ну, мы не можем строить это все на одном приеме, да, но мы можем строить на каких-то критериях качества, да, то есть, может быть, я не знаю, где-нибудь в Латинской Америке, да, можно найти такие группы, такие, ну, они, может быть, не, это не команды, да, но можно, так скажем, нащупать вот эти вот измы, да, про которые говорим. Там очень бодро, да, там, как бы, люди вот стремятся сделать как можно злее, бодрее, веселее и так далее, и отлично у них получается. То есть, в этом смысле, да, там можно говорить о латинно-американской графике, именно как неком вот задранной планке, да, выкрученной ручке вот этой, как бы, злости и бодрости. Вот. У нас пока такого нет, ну, может, появится, но в любом случае это не через стиль произойдет, да, а через какое-то просто самоощущение, может быть, через желание какому-то опыту подвергнуть зрителя. Я не прошел, не прошел испытательный срок в студии, вот, в каком-то 99-м году, например, я не считаю себя вправе решать, что вправе делать, но я сам не могу себе позволить, да, и, собственно говоря, люди, которые к нам приходят учиться, это люди сильно травмированы такими, значит, молодцами, которые когда-то им, значит, сказали, типа, иди домой, да, и, ну, эти люди просто, которые находятся, ну, там, ведущих педагогических позициях, художных вузах, ну, я их не буду имена называть, но, в общем, вот, и мы, как бы, этих людей, там, как-то откачиваем, да, с ними, ну, просто разговариваем немножко в другой терминологии, не там, это часто задает вопрос, да, там, имею я право, не имею право. Не так вопрос стоит, да, что ты зрителю принёс, что ты его вообще, что ты от него хочешь, да, что он от тебя хочет, да, там, если ты, как бы, готов просто это обсуждать, ну, то есть я строю свою работу на словах, мне там важно проговаривать, да, вот эти слова, искать метафоры какие-то, да, искать какие-то, ну, формулы, которые позволят нам просто выйти из вот разговора, типа, хорошо или плохо. Есть люди совершенно невербальные, да, люди совершенно, ну, как бы, лишённые вот этого, там, не знаю, начитанности какой-нибудь, да, но с каким-то таким телом, да, например, то есть у них так рука работает, у них такой, как бы, есть, не знаю, странный поворот кисти, да, что ты просто за него готов отдать всю свою, там, не знаю, все прочительные книги твои, да, ну, то есть это прям настолько разнообразная история, что я бы не стал, ну, как бы, я могу сказать только, что, конечно, у человека должно быть накоплено что-то, да, чтобы общаться со зрителем, потому что, ну, в любом случае, даже если он пришёл к зрителю с каким-то очень крутым ходом, да, этого недостаточно, да, то есть ему нужно, как бы, этот ход просто приестся очень быстро, да, его нужно наполнять какими-то смыслами, его нужно наполнять какими-то новыми, я не знаю, сценариями, опять же, да, его нужно разворачивать по-новому к разным зрителям, ну, то есть, мне кажется, что важно, чтобы у человека был просто интеллект и трудоспособность, да, тогда они все, ну, то есть, даже если этого хода изначально нет, его можно, как бы, придумать, его можно найти, ну, как интеллектуальную задачу решить, ну, то, что мы, опять же, пытаемся делать, ну, мы все невротики, понятно, да, то есть у нас есть какой-то просто, ну, какая-то, проблема, да, которую мы там просто переживаем, для кого-то это просто эстетический шок пережитый, то есть кто-то там увидел, не знаю, Босха, да, Пилибин, вот, и как бы, как это, то есть он не может пережить это иначе, как просто воссоздав, да, например, ну, как становятся люди художниками, мне кажется, вот этот самый такой распространён сценарий, вот, и, ну, причём это может быть какая-то сумма, это вообще, в принципе, человек обладает некой восприимчивостью, да, к искусству графики, которая превращается, да, в желание, так скажем, быть там каким-то образом, вот, вот, но вот это пропознание мира, ну, вот одна из тех вещей, которые, я считаю, и даже не есть доказательство, да, что это какое-то важное моё достижение, это как раз вот конкурс с Андрею, да, и то, что люди реально, просто, вот, начав работать в этом, в таком формате специфическом, который требует просто наблюдения по сторонам, да, мне потом писали, что, типа, господи, как всё интересно, то вокруг, да, мне кажется, что, ну, вот, одна из проблем того, как складывается на историю российской графики такой молодой, ну, относительно молодой, даже частично пожилой, это, ну, как раз недостаток наблюдения за миром, собственно, да, там, это, как бы, годы внимательных наблюдений за клиентами, да, и попытки, как бы, ну, там, охотиться вот на этого зверя, да, там, просто мы про это всё знаем, на самом деле, да, просто оказывается, что зверь, как бы, не очень калорийный, на самом деле, зверь, да, то есть он, да, деньги приносит, да, с точки зрения, там, творчества и искусства, он, как бы, ядовитый, на самом деле, зверь, вот, и, ну, вот, мне кажется, что, как раз, наблюдение-то за миром, да, и есть вот то, чего не хватает, да, мне, как зрителю, на самом деле, и то, вот, что, скорее, такая лакуна в современной графике, то есть нету, или очень мало такого вдумчивого рисования нашей, просто, жизни, да, там, есть, понятно, Вика, Ла-Маска, да, но это, как бы, вообще, там, другой немножко полюс, хотя, ну, очень интересный полюс, да, и мы понимаем, что, ну, там, если вычесть из него графический язык, да, там, всё равно есть о чём говорить, то есть это такая журналистика, вот, но к этой журналистике можно приводить другие графические языки, да, там, которые совершенно по-другому её окрасят, да, и интонационно, и сценарии другие создадут, и так далее, ну, собственно, вот, и, как бы, эти неврозы, да, их тоже нужно осмысливать и трансформировать, да, они не могут в достаточной мере качественно двигать нас вперёд, или, там, помогать нам выбирать направление, да, если мы их просто чувствуем, как некое, там, смутное беспокойство, на них нужно докапываться, здесь нужен какой-то внутренний такой психоанализ, вот, ну, просто, без фанатизма, понятно, да, и, но иногда ты просто понимаешь, что, блин, я же на самом деле хочу вот это, я хочу, чтобы со зрителем происходило вот это, я хочу, чтобы со мной происходило вот это. Если человек пробуксовывает, потому что не может сформулировать, что именно он хочет, что произошло, ну, пускай приходит ко мне, ничего, мы этим занимаемся. Ну, иногда просто действительно нужно, ну, найти, вот, точную метафору, просто, да, и даже, даже не просто метафору, а метафору именно проблемы, то есть не метафору ответа, а метафору проблемы, ну, то есть, словом говоря, там, человек рубится по какому-то лесу, да, и, как бы, у него, там, ну, выматывается, выбивается из сил, да, у него, там, мачете его, значит, затупилось, и, как бы, просвет всё не видно, да, ну, там, моя задача, как препод, да, это быть, как бы, над этим лесом, да, там, как-то отстраняться от него, да, и смотреть на него, как на карту, да, и оказаться, что, на самом деле, ну, что ты просто на корточках сидишь, как бы, рубишь, там, вокруг кусты, да, ты нужно спрямиться просто, и оказывается, что, вот, там, вот, там, гора, вот озеро и так далее. Ну, это, честно. Неудачный пример, но, может быть, просто, ты бьешься в дверь, который, как бы, стоит посреди поля, и вокруг нет забора просто, нет стены. Так бывает и я могу сейчас такие примеры привести, но я не буду на личности переходить. И дальше мы уже говорим, ага, столько интересных вопросов вокруг, более интересных, чем рубиться на той задачи, которую ты считал самый пробуксовочный, самый тяжелый, самый невыполнимый. Иногда надо отвлечься от этой задачи, решать что-то на другое и окажется, что ответ давно найден, а ты забыл уже, что у тебя была такая проблема. Большей частью иллюстрации нельзя рассказать текстом. Речь идет о том, что ты говоришь, давай попробуем просто руками помахать, сказать и давай разговаривать в терминах просто имен. Я хочу, чтобы это было Хорхе Гонсалесовье, а это чтобы было Эгнео Савье. Это нормальная, мне кажется, в нашем кругу терминология. И мы изучаем этих художников ровно для того, чтобы понять, почему так круто, почему мы так впечатляемся этим. Мне кажется, это вполне осмысливаемые вещи и вполне превращаемые какие-то свои технологии. И даже более того, я все время наблюдаю, как люди, начав изучать какого-нибудь Эгнеоуса, обнаруживают, что у них просто интереснее получается. Просто требует дальше три года раскочегаривать эту историю. Но начало ей положено. И мы просто, борясь или пытаясь разобраться с чьими-то ходами, просто обнаруживаем, что и так задача не стоит. Чтобы мы просто где-то важный, правильный вопрос задали и через него вырулили свою историю. Возвращаемся назад. Вопросы об академизме упираются в вопрос о критериях качества. Если ты хочешь зрителя взять за руки и поплясать с ним, тебе вообще не нужно. Тебе нужно как бы ноги накачивать и следить за ритмом, условно говоря. А академическая школа этому не учит. Если ты хочешь, чтобы у тебя были гиперреалистичные какие-нибудь вещи, но не срисованные сфотографии, построенные самые фантастические миры, но какие-то очень точные. Тогда да, конечно, нужно к чему-то учиться. Но нет априори никаких для всех необходимых знаний. Есть необходимые для всех вопросы, но они всех отправляют в разные стороны. Как устроено пространство? Что такое пространство в листе? Как устроен ритм в листе? Что с ним вообще надо делать? Как устроено эмоциональное воздействие листа? Что такое интонация в картинке и так далее? Мне кажется, эти вопросы надо раньше выяснять, чем набирать какие-то. У меня на курсе есть люди, которые преподают. Дима Горелышев из Строгановки, Леша Рубцов из анимационной школы. Люди учат ребят рисовать. Но сначала мы занимаемся измом. Сначала мы обсуждаем, что ты хочешь. И когда этот вопрос сформулировал, хотя бы в общих чертах, тогда ты понимаешь, какие вопросы тебе надо задавать Горелышеву, какие вопросы надо задавать Рубцову, Слависа Океану, который декан Московского протехнического института факультета автомобилестроения. То есть человек у нас преподает перспективу как раз. Рисование фактур, рисование светотени, рисование материалов. Через такую дурь, чтобы ему было интересно тоже. Но все в конечном счете решают свои творческие задачи с его помощью. И пока они их не знают, он просто не поможет людям. То есть ты приходишь в Строгановку и без своих творческих задач ты просто 6 лет рискуешь потратить зря. И примеры, к сожалению, мы знаем в изобилии. Молодые ребята попадают в руки прекрасным и опытным преподавателям, но задачи творческие, поскольку их нет, то человек заканчивается Строгановку и идет заниматься розничной торговлей. или идет получать образование менеджером. Я вам не буду рассказывать. Поэтому мне еще раз кажется, что все вопросы упираются в то, что ты хочешь от зрителей добиться, и какие из этого вырастают и следуют критерии качества, и какими приемами, какими инструментами ты можешь добиться максимальной оценки по этим критериям. За два года я могу сказать со слов моих студентов, что мы добиваемся много. Мы добиваемся всего, чего можем. И сейчас курс сильно изменился в последние два года. Когда пришел Паша Грейшин, пришла Лиза Ольшанская. И мы сейчас как-то сильно развернулись в сторону вообще графического искусства от иллюстрации. Собственно говоря, иллюстрации у меня и нет, на самом деле, на курсе. Это правда. Там есть скульптура, комикс, детская книга, есть плакат, типографика, леттеринг, все что хочешь. Иллюстрации как бы журнальные просто. Мы успеваем просто... Даже вопросы, может быть, не все успеваем задать. Но мы успеваем просто... Помнишь, что такое вопросы? Мне кажется. И дальше человек уже... Многие те, кто закончил 3-4 года назад, первый раз в 2012 году был выпуск. Сейчас они очень сильно изменились по сравнению с тем, с чем пришли и с тем, с чем ушли из курса. Потому что мне кажется, что какую-то логику дальнейшего развития мы все-таки стараемся давать. Что касается времени, все абсолютно индивидуально, непредсказуемо. Кто-то просто не обладает в достаточной мере энергией, чтобы просто сесть, нафигачить 500 экспериментов, выбрать из них 2, и дальше их расширять, и дальше с ними экспериментировать. Потому что иногда ты просто сделал 10, устал, а то, что нужно, произошло бы на 11. И в этом смысле все люди разные. И кто-то просто сидит, иногда думает словами. Потом приходит и говорит, а вот как вы думаете, Виктор, так сработает? Я ему говорю, без картинок я не понимаю. И он такой ходит. Или там она. И потом приходится с еще каким-нибудь вопросом. Я опять говорю, я без картинок не понимаю. А потом думаю, это же вообще шикарная формировка. Вот с этим и нужно работать. Иногда этот ответ ищется в словах, иногда он ищется в картинках, иногда он ищется просто... Он действительно иногда может как-то высиживаться очень долго. Просто из мелких каких-то складываться пылинок, которые в тебя набираются и кристаллизуются постепенно. Но наша задача форсировать этот процесс, потому что мы просто должны людей с чем-то к каким-то результатам отпустить. И это значит, что... Ну, не это значит, а просто... Чего-то мы добиваемся, но еще раз, дистанция, которую человек проходит за два года, она у всех понятна разная. Старик или молодой. Ну, то есть надо смотреть, мне сейчас нужен Стейнберг, не потому что он старый и проверенный, а потому что он, как никто, умеет пластические шутки шутить. Мне нужен Билибин не потому что он классика русской иллюстрации. Кто решил, что он классика русской иллюстрации? Эти люди сейчас ничем не являются никак для меня авторитетами. Но интересно, как он работает с плоскими объектами, создавая из них пространственное или декоративное пространство. Ну, конкретный вопрос надо задавать Старикам. Поэтому, да, иногда просто нужен человек, который... Я. Который скажет, а ты видел Эдов Феллу, понимаете? Я такой, о! Ну, то есть вот в этот момент как бы... Ну, просто нельзя знать все, да? Я знаю много, я там насмотренный очень. Вот. И моя работа иногда просто, опять же, именами насыпать человеку, что-нибудь да пригодится, понимаете? Вот. Ну, то есть, как бы, да, насмотренность помогает, но она может быть качественной или некачественной. То есть, мне кажется, что, опять же, если мы смотрим на стариков, потому что это такие, как бы, заведомые герои, да, это опасно. Это может, ну, ничего не дать. Вот. А может, иногда ты просто, не знаю, найдешь какую-нибудь газету «Московский комсомолец», да, и там карикатуру Сергея Меринова, ну, я там прохладно к этому отношусь, но там иногда он не может что-то такое подсказать, да, что ты просто поймешь, блин, вот это черное с этими бличками – это то, что мне нужно. Только вообще другая интонация, другая механика, другие сюжеты – все, да? Но я возьму вот этот ход, да, это, как бы, смоляных этих человечков возьму и с ними буду работать. Изучение истории искусства в идеале должно давать качественную осмотренность, да? Ну, просто история искусства, она у нас, как раз, дробится на историю стилей, да? То есть, там было «Барокко», потом «Рококо», потом «Романтизм», ну, я сейчас путаю. Вот. А на самом деле, оказывается, что если мы мыслим вот этими измами, да, моими любимыми, то оказывается, что там, условно, Рубенс, Анке Фёхтенбергер, наша, ну, современница, да, и там кто-нибудь ещё из начала XX века, да, создают такой, как бы, треугольник устойчивый, да, что именно в нём ты, как бы, должен найти. То есть, если ты, как бы, мыслишь сразу разбиением на стиле, ты просто не найдёшь этих отношений, да, ты не найдёшь, как бы, ну, найдёшь, если ты умный, но она тебе будет мешать, эта конструкция, что там вот есть вот это, как бы, поколение, да, там, не знаю, какой-нибудь там третья эпоха Возрождения, да, вот. Вот. И ты из него просто не вынешь, как бы, он не отлипнет от этой, как бы, массы, вот. Вот. Нужно смотреть именно через вот впечатление. Тогда ты свою собственную историю искусства напишешь. И тогда окажется, что, там, условно говоря, от Рубенса через Гойю в Анке Фёхтенбергер, да, вот, как бы, это та история искусства, которая тебе нужна, понимаете. Ну, нужно в музей ходить, нужно книжки смотреть, нужно читать что-то. Ну, то есть, просто другое дело, что ты, как бы, не нужно всё принимать на веру, да, не нужно то, что ты прочитал в книжке говорить, ну, вот, как бы, укладывать в голове, как будто это так. Да, это просто один из, там, ну, взглядов на историю искусства. Она просто не монолитна совсем. Она, её пытаются, как раз, ну, вот, как бы, разбить на ступеньки. Она не делится на ступеньки. Потом смотришь, оказывается, что, блин, не знаю, японцы в 17 веке, понимаете, делали вещи, ну, там, помощнее, чем, условно, европейцы, да. И когда японцы в 19 веке основали институт изучения Европы, понимаете, они, там, всё поняли про перспективу, что им нужно было. Сказали, ну, нам не нужно просто, понимаете. Вот, потому что у нас другие задачи, другие, как бы, критерии качества. Вот, и то же самое, там, не знаю, ну, какие-нибудь африканское искусство, да. Оно, там, вполне себе, втянуло, да, какие-то приёмы из европейского искусства. Но вот эту бодрость, про которую я говорил, понимаете, она, ну, как бы, они не убили, да, а сами не научились. То есть, как бы, это всегда была экзотика. То есть, пока Пикассо не пришёл, понимаете, европейская культура вообще не знала, что с этим делать. Ну, то есть, она, как бы, видела, как бы, круто, прикольно, да. То есть, надо, можно поставить в музей и, типа, посмотреть, какие, значит, смешные дураки эти африканцы. А Пикассо, как бы, он понял, что ему просто, что он не может связать, да, свой опыт, как бы, образование европейского, да, с этим. То есть, как вообще это не стыкуется, да, в разных просто лежит плоскостях, пространствах разных. Вот. И всё дальше, что он делал, да, это, на мой взгляд, просто попытка, как бы, найти, вот, ну, как бы, общую территорию у этого и того, да. То есть, пришлось ему всё сломать, да, но, ну, как бы, тем не менее, собственно, вот, то, что дал нам Пикассо, ну, больше никто столько не дал, да. Ему очень много дала африканская, как бы, культура графическая и скульптура. То есть, мышление вообще другое, да, мышление, которое ему нужно было. Он просто был очень бодрый дядя. У него, ему хотелось, как мне представляется, да, там, зрителя просто подвергать какому-то, ну, совершенно снакшибательному впечатлению, да. И он нашёл способ вот там, например. То есть, европейская культура ему просто не дала этих инструментов. Вот, поэтому история искусства – это такая вещь опасная. То есть, как бы, если Пикассо ставить просто на полочку следующую после, там, не знаю, кого-то, да, после Сезанна, условно, ничего не получится, да, мы, как бы, ну, окей, у нас просто будет, как бы, пыльная полочка, на которой будут стоять вот в правильном порядке хронологическом все эти художники. Вот, а нам, как авторам, это не может ничего не дать. Переизобретать велосипед не так уж плохо, как кажется, понимаете, если он едет, ну, класс. Другое дело, что мы просто, вот, невроз, который нас движет вперёд, он всегда наш, он всегда особенный. И сумма приёмов, которые мы берём у разных художников, она всегда наша собственная. То есть, мы, как бы, вокруг себя наращиваем этот кристалл, как бы, ну, или что, мы наращиваем свои, там, кости, наращиваем мясо, какую хотите метафору. Вот, но в ней можно найти, как бы, там, не знаю, кусок мяса от Пикассо, кусок мяса, там, от кого-то. Но, ну, там, у меня можно найти кусок мяса от Пикассо, у меня можно найти кусок мяса, там, плакаты советского, советской карикатуры от Бориса Ефимова Кукрониксов, у меня можно найти кусок Пабло Лабата, у меня можно найти, ну, собственно, африканское искусство, потому что я, как бы, досмотрел, ну, то есть, докопался до первоисточника, да, и выставляюсь им напрямую, потому что там самая, как бы, движух-то, да, вот, там, частяк, да, там, вот. Но сумма моя, то есть, я, ну, в достаточной мере, какой-то оригинальный художник, несмотря на то, что все мои приёмы, они, там, откуда-то, вот. И истории я расскажу свои, да, и, ну, ну, то есть, сейчас, правда, у меня, то, что я сейчас делаю, это вообще другая история, да, там уже не Пикассо, а, там, скорее, Гойе, и, скорее, не Борис Ефимов, а, там, я не знаю, что, ну, какие-то, там, Cartier-Bresson. Ну, я имею в виду, что я сейчас, в принципе, завязал с фотошопом, но и в рисовании таком, у меня пластик совсем другая, там, проснулась сейчас, ну, не проснулся, я там долго будил, на самом-то деле. Вот, и там сумма другая, но мне достаточно, как бы, долго я к ней, там, двигался, чтобы сейчас, вот, как бы, говорить о какой-то новой для себя истории. Уклониться от создания меломедиков, да, проще простого. Ну, просто я, как бы, не занимаюсь с ними технологиями, которыми я работаю, да, и, ну, особенно даже не показываю им, как я, там, что делаю, да. Ну, если, как бы, они выбирают, там, свой, как компот, там, бросают в него в меломед, ну, я ничего с этим не могу поделать, да, но, как бы, все равно я, там, буду толкать его к своему собственному, ну, как сказать, рецепту, да, этого компота. Британка начиналась, на самом-то деле, как, как бы, контора, которая помогала людям поступить в Англии в ВУЗы. То есть, это была конкретно, абсолютно, задача собрать портфолио, да, там, экспериментальное, там, такое-сякое, то есть, не было задачи вообще, ни там, ни о школе речь не шла, как о школе, да, в большом смысле. Вот. Потом, там, ну, когда я пришел, я работал на британском образовании, то есть, там, даже про графику речь не шла, понимаете, я преподавал, там, промдизайнерам. Ну, я преподавал, там, людям, которые, вот, учились на фаундейшн, да, там, постепенно. И, ровно, как бы, вот эта, ну, возможность говорить обо всех дисциплинах сразу, да, и, там, искать общую для них логику, там, поиска идей, общую для них логику поиска вообще творческих задач и так далее, да, она мне, как раз, сейчас сильно и пригодилась. Там, взять моих, там, самых ярких студентов, да, выпускников, они даже не мои выпускники, понимаете, они, в большей степени, выпускники, там, Паши Гришина и Лизы Ольшинской, вот, сейчас, чем мои, да. Я просто, я менеджер, понимаете, я создаю структуру, как бы, вот, в которой просто Лиза может работать, Паша может работать. А я просто иногда прихожу, ну, там, как бы, мы обсуждаем, там, те же измы, да, обсуждаем какие-то идеи, обсуждаем, там, книги детские и так далее. Я график-то с ним не занимаюсь, понимаете. Я препод в другом, как бы, смысле, вот, у меня, ну, я веду какие-то воркшопы, конечно, да, и там, вот. Но моя задача просто, я больше коллажем занимаюсь, понимаете, со студентами, потому что это для меня способ, ну, мощный способ эскизирования, да. То есть я так с ними идеи ищу, то есть через, как бы, уже готовую фактуру, и мы быстро приходим к вещам, которые выглядят готовыми, да, которые являются, на самом деле, просто первой ступенью к самостоятельной вещи. Потом они берут эти коллажи и, там, не знаю, чем, там, карандашиком, тушью их перерисовывают. Там не может нигде взяться меломед просто, понимаете. Вот, то есть он может взяться, если, там, ну, вот, пройти, как бы, ту же дорожку, которую я прошел, вот. Ну, а потом, ну, ладно, то есть, что-то я, наверное, умею, да, все-таки, вот, и, там, чему-то могу научить просто, ну, тех, кто именно хочет делать то, что я делаю, пожалуйста. Вот, но это то, что я умею, да, оно не обязательно ведет к стилю, да, потом, ну, мне обидно это еще на том уровне, что, ну, если вы видели книжку моих портретов, да, там, за 13 лет, ну, просто, там, есть радикально разные портреты, понимаете, там, несколько, как бы, полюсов, да, к которым я, там, в то или иное время двигался. В общем, не делать своих копий очень просто. Надо просто не говорить о себе, да, а говорить о них, вот, о себе. Все, что я сейчас знаю, мне кажется, я узнал от учеников. Я даже какие-то вещи про себя узнал от учеников. Я, ну, во-первых, это люди, которые, в отличие от меня, обладают, там, не просто художественным образованием, а двумя-тремя иногда, да. И, ну, я просто вижу, как они работают, да, и, как бы, ну, там, что-то себе записываю, как бы, ворую что-то. Вот. Так, прям, чтобы сказать, вот, там, какое-то откровение меня постигло, я, наверное, не могу, но, как раз, мой, там, метод преподавательский, да, он сложился благодаря тем, кто на первых годах, ну, получил гораздо меньше, чем я могу дать сейчас, да. То есть люди, которые просто, ну, принесли себя в жертву, как я говорю, да, будущим курсом, просто потому, что, там, мои ошибки какие-то, да, они сами по себе, ну, стали откровением каким-то, что так не надо делать, оказывается. Вот. И какие-то вещи, которые, там, мне казались очевидными, оказались вообще враньем, понимаете. Вот. Но я, в принципе, свой курс считаю некой лабораторией, да, то есть мы занимаемся тем, что просто ищем новые, опять же, вопросы. В графике, новые какие-то, то есть та же история про синстезию, да, мы сейчас, там, будем какой-то очередной делать проект, то есть искать просто какие-то, ну, связки, которые могут, там, они не обязательно универсальные, да, но, там, убедительные, например, как их сделать, да. Мы, один из проектов, который я до сих пор, ну, вот, не дотянул, но буду его еще дотягивать, называется «Тропы», да, когда мы просто берем список фигур речи в Википедии, вот, там, начиная, там, с метафора, гипербола и так далее, там все понятно, да. А дальше там начинаются, там, зевгмы, параллелизмы, эллипсы и так далее, черт с рогами. И когда ты берешь, просто, ну, спрашиваешь себя, как это сделать в графике, да, это дико интересно, понимаете, это такая штука, что ты просто понимаешь, что, ну, это как в шахматы играть, да, или там во что-то, ты просто включаешь такие места в своем интеллекте, которых просто не было, да, вот, то есть мышление, да. Мы, как бы, много по этому, собственно, говорим, да, и это не нужно не за тем, чтобы, ну, как-то, не знаю, развлечься, да, и это не обязательно сразу приведет к появлению какой-то новой, внятной механики, да. Но ровно потому, что мы не знаем, что там за поворотом, да, это как раз и становится интересно. И когда мы делаем все вместе какой-то проект, ну, даже там, воркшоп, что угодно, мне самое ценное не то, чтобы там каждый человек добился какого-то суперрезультата, да, у него, может быть, не получилось, да, но где-то там в углу у него там возник такой ход, да, что хочется его отрезать и, как бы, положить в центр и сказать, вот, вот это то, что мы все вместе сейчас за этот воркшоп нашли случайно, то есть, как бы, он даже не понял, да, что там произошло, но мы вместе, как бы, начинаем обсуждать и понимаем, что, ага, вот же оно, да, вот ради этого все делалось. Ну, или просто мы, там, когда группа делает какое-то задание, ну, тоже экспериментальное, мы видим просто разброс этой техники, да, мы понимаем, что, на самом деле, мы только-только кусочек ее попробовали, да, и дальше каждый уже двигается в том направлении, не в котором он попробовал, да, а в котором он подсмотрел вот только что у соседа. И, ну, вот, поэтому, там, большое для меня счастье вообще иметь возможность выбирать людей, которые ко мне приходят, да, и работать с теми людьми, которые, ну, вот, сейчас на курсе находятся, это просто какие-то чумовые люди. То есть, это все, что я, еще раз говорю, я сейчас перестал почти смотреть, да, на какие-то там блоги, просто не надо, мне столько всего интересного сыплется, понимаете, от них, вот, что я, как зритель, просто удовлетворен тем, что на курсе происходит. Вот. И моя насмотренность сейчас, она, как бы, ну, трансформируется в сторону того, что я просто вижу у ребят решения, которые обещают, ну, какие-то новые ходы, еще не сложившиеся, да, но все остальное, как бы, мне сейчас просто вдруг становится неинтересно, да, потому что, ну, я понимаю, что там ни один из моих, там, любимых авторов, да, до этого просто, ну, направлений не дошел, да, сейчас там мне хочется вот за ним следить. Так что, да, конечно, это фидбэк мощнейший, это, конечно, наркотика, я понимаю, что я там, ну, подсел на него, но, ну, пока есть ощущение, что это, все-таки, какой-то взаимовыгодный обмен, вот, а не просто я от них, как бы, вампирю. Ну, не знаю, вот, диплом в этом году, я считаю, был очень мощный, в этом году, если все получится, будет еще мощнее. Я могу найти метафору в музыке, глядя на картинку, но, ну, и тогда сказать человеку, слушай, а ты слушал там Джона Зорн? И он говорит, нет, вот, но, это, конечно, интересный разговор просто, но ничего не следует ни с чего, да, то есть, если мы, ну, там, находим у человека какие-то бодрые, мощные решения, это не значит, что надо слушать бодрые, мощные музыку, может, наоборот, как бы ему, как бы, в музыке ему нужно одно, там, у него просто слух так настроен, да, или, там, музыкальная культура у него такая, да, что он там, а графическая культура у него такая, что он здесь, да, и он, может быть, там, не придает значения такого визуальной культуре и связки между ними, да, ну, то есть, я, там, что-то могу сказать о человеке по картинкам, и, как бы, всегда мне кажется, что, ну, человек как-то просвечивает, да, сквозь картинки, там, я очень многих авторов, очень сильных, там, недолюблю, потому что, мне кажется, что они неприятные люди, да, ну, просто, вот, по какой-то, там, тонкой, вот, как бы, по тонкой ритмике какой-то картинке, и, ну, люди, которых мы набираем на курсы, конечно, это приятные люди, да, в этом смысле, вот, но я даже особо не доверяю чутью своему в этом, то есть, я, там, всегда с Лизой, Альшанской, Саней, Журко, да, у них, как бы, это лучше развито. Правил Меламеда номер, там, два, сейчас стал себе позволять формулировать такие вещи. Ну, короче, самое важное, что я могу сказать кому-либо, это следующее, все дихотомии ложные, то есть, если тебе предлагают выбор из чего-то двух, да, значит, тебя, как бы, обманывают, поэтому, как бы, ну, иллюстратор, ну, художник, как бы, важна именно острота впечатлений, которые ты предлагаешь зрителю, да, там, и это никогда не, там, да или нет, это всегда градиент какой-то. В принципе, вся вот эта дзен-буддистская, как бы, методология, да, она, на выход, направленная из ложной дихотомии, да, там, спрашивают, там, обладает ли собака природой Будды, вот, тебе нужно сказать не да или нет, да, там, сделать, вот, и, как бы, да, ну, короче, ты просто должен, как бы, уйти, да, и заняться чем-то поинтереснее, мне кажется.